Песни военных лет и этот майский победный день вызывают смешанные чувства, признается ветеран Великой Отечественной войны идея Федоровна Тимофеенко. Весь период блокады она жила в Ленинграде. Ребенком каждый день ходила на работу в единственный в городе совхоз. Выстояли, выжили, победили. Жаль, что друзей военных лет сейчас почти не осталось. Воспоминания о тех друзьях послевоенных, которые здесь жили с нами в городке. У нас было 150 ветеранов, а сейчас из участников войны я одна осталась. В сквере Победы в Больших Веземах, как и на других площадках округа, собрались горожане. Они рассказывают о подвигах своих близких, а очевидцы тех страшных событий делятся своими воспоминаниями. Я помню всю войну от начала и до конца. И когда начинаю вспоминать, я начинаю плакать, потому что переживать второй раз уже. И не желаю, чтобы война была в мире, чтобы было все спокойно и дружно, чтобы никто не воевал. Ко дню Победы вышла и настоящая книга памяти, собранная детьми. Ее собрали по инициативе учительницы Большевиземской гимназии. Каждый ребенок, который к ней приходит на занятия, пришел со своей историей своего героя, своего прапрадеда, деда. И вот принесли фотографии, написали стихи. Также трепетную историю о военных подвигах своих близких хранит другой житель Больших Визем Евгений. Кроме фото и документов своих дедов, на каждый праздник он пригоняет настоящий раритет – мотоцикл «Урал». Ну, он был немножко чуть-чуть другой, мы его подарили, он был без документов, без ничего. Я его по запчастям собирал, реставрировал, восстанавливал, находил нужные запчасти. Ну, не в оригинал, конечно, восстановлено, но процентов на 90. Посидеть на железном коне и сфотографироваться могли все желающие. Малыши на организованных мастер-классах сами учились мастерить транспорт из бумаги. Подкрепиться можно было кашей из традиционной полевой кухни. А кульминацией праздничного дня стал концерт театрального коллектива Ольги Кобецкой «Крылья». Всех от всей души мне хочется поздравить с праздником, с праздником радости, с праздником Великой Победы. Ну, что в этот день можно только пожелать. Всем счастья, здоровья, многие лета и, конечно, мира над головой. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».